Приветствую вас, несложно увидеть в вашем тексте, знаете, вот не то чтобы слабо, то есть не хочу сказать, что вы слабо, но несложно увидеть, как мне кажется, в вашем тексте такое проявление определенной, может быть, зависимости, скажем так, от других людей. То есть вы как будто бы не видите своей, своей собственной силы, своих собственных возможностей, будто бы вы в определенный момент это начали игнорировать, напрямую взаимодействуя только с людьми другими. Считаю, что только люди вам могут помочь. Это сложно передать словами в данном случае и сказать вам, на что я опираюсь, когда так говорю. Мне по большому счету никак не подтвердить сейчас, просто я так вот чувствую, когда читаю ваше сообщение. И то, как вы тревожны, и то, как у вас мысли, вы только эрот, а навязчивые мысли в том числе. Вот. И то, как вы об этом пишете, вот это вызывает в определенной степени, конечно, вопросы к вам. Вот. Я бы хотел, чтобы вы об этом как следует подумали, а не удивляете ли вы людям, которые вокруг вас, больше, чем себе. На это вам, мне кажется, кажется, нужно обратить свое внимание и уже дальше смотреть, как вам действовать. Да? Вот. Пока что вы производите впечатление. Человека, который, к сожалению, не особенно слушает себя. Человек, который привык больше случаев других людей. Вот. И ориентироваться на них, соответственно. На мой взгляд, это является кровоугольной проблемой для вас. Что касается диагнозов ваших, здесь именно психологи вряд ли вам помогут, для этого вам нужно обращаться к врачу и разбираться именно с врачом о том, что с вами происходит. Ну, по собственному опыту я могу сказать, что дальше, если вам назначит лечение, эффективно помочь вам может только психотерапия в контексте реального решения проблематики. Вот. Вот. Если вы говорите, например, что вам тревожная, то необходимо увидеть, что это за тревожная, с чем она связана. Потому что, как правило, это определенная невыраженность реакции на то или иное событие в нашей жизни. То есть, если вы не привыкли реагировать определенным образом на события, которые в вашей жизни происходят, то я чувствую, что у вас будет подобная реакция. Что, в принципе, нормально. Вот. Вот наша задача научить вас, чтобы вы реагировали, чтобы прислушивались к себе, чтобы вы слышали себя, не замыкались, не зажимались. Вот. Мне кажется, это достаточно важный момент. Вот здесь. Что еще хочется сказать? Значит, в университете приходила к психологу, она поставила мне диагноз. Ну, психолог диагноз ставить не может, как это не странно. Вот. Поэтому здесь что-то явно не так. Психологи не ставят диагноз. Вот. Психологи занимаются тем, что, как бы, помогают человеку решить определенные проблемы. Диагнозы могут ставить только врачи. Поэтому здесь вы либо что-то путаете, либо не совсем профессиональный специалист вам дошелся. Вот. Раз он превышает свою компетенцию, скажем так. Вот. Я, конечно, не знаю. Вполне вероятно, что вы могли что-то мне неверно понять. Вот. Но психолог вам диагноз поставить не может. Это не его функция, не его задача. Поэтому, что невероятно, что вам имело бы смысл обратиться, ну, вот, несколько, знаете, к другому специалисту, чтобы он проверил, подтвердил, что у вас это есть. Вот. Вот. Что. Ну, что у вас действительно есть, вот, проявление. Дальше. Пять лет назад были приступы, как я опускал по 6 месяцев, потом опускал. Сейчас легче. На один месяц мучают какие-то навязчивые мысли, потом опускал. Но из-за них я чувствую себя тревожное и постоянный страх. Что это за мысль? О каких мыслях речь? Понимаете, а вы вот здесь как будто бы не касаетесь сути, а сути очень важная. То есть, у вас возникают мысли. Это понятно. Но, какие мысли? О чем они? То, что вы называете ОКР, вполне может быть связано с тем, вполне может быть связано с тем, что вас беспокоит какая-то проблема, которую вы не прислушиваете. Именно потому, что у вас достаточно размытые личные границы. Вот. И идея, она именно в этом. По крайней мере, моя идея именно в этом. Я думаю, что вы игнорируете сейчас свои вот, ну, свое беспокойство, которое у вас есть. Вы игнорируете. На мой взгляд, если бы вы отнеслись к этому серьезно, ну, и начали бы позволять своим переживаниям, например, влиять на ваше победение, на ваше отношение с мужем, допустим. То ситуация могла бы быть куда лучше. Вот. Сейчас она покажет, ну, вот. Такая какая не очень, я так полагаю, вас устраивающая. Ну, так вы сами, вот, в какой-то степени убегаете от своих чувств и тем самым проблема остается, что последнее дело не решено сделать. Ну, вот. Так что… Вниз, надо сказать, есть определенный замкнутый круг, конечно же, из которого вам нужно выходить. Этот круг, он не всегда, а… такой вот, прям скажем, приятный, может быть. Вот. То есть, это и работа с образом себя, да, это работа, в том числе с вашими страхами, которые у вас есть, и т.д. и т.п. Вот. Ну, вот, необходимо сделать. Потому что то, что вы сейчас говорите, это очень похоже на такое вот тотальное пренебрежение к себе. Так, значит, с мужем думаем о ребенке, но меня не отпускает страх после родовой депрессии. Ну, эм… Здесь, эм… Значит, меня смущает… То, что вы говорите о… В том, что вы думаете с мужем о ребенке. Меня это смущает. То есть, как бы, что лично вы думаете о ребенке. И что лично, что муж, например, думает о ребенке. Это меня, в принципе, интересует больше. Вот. А не то, что вы думаете о ребенке. Вот. Вы боитесь пострадовой депрессии. А почему именно пострадовая депрессия случится с вами? Вот. Ну, то есть… Эм… Почему это, вот… Ну, произойдет именно с вами. Вот. Как вы сами думаете. Вот. То есть, у вас возникает миссия, что именно с вами будет… Именно у вас будет пострадовая депрессия. Но что на это указывает? Вот. Как вы приходите к таким мыслям. Вот. Было бы неплохо. Это, конечно же, разобраться. Тем более, раз вас это волнует, тревожит это быть так вот. Да? Далее. Я знаю. Пострадовая депрессия бывает сильный приступов Кэрисоном, но уже и так и осталось для меня оно быть в такой степени, что причиню вред ребенку. Я думаю, что вам не на это обращать внимание, а на более глубокую вещь. Вот. Например, дожди вам ребенок. Для чего… Ну вот. Какой… Какой вообще… Какое значение вы складываете в ребенка. Например. Ну вот. Какое значение для вас имеет. Например, ребенок я имею в виду. Я думаю, что это важнее. Вот. Важнее то, из чего как бы это ОКР состоит в принципе у вас, чем то, как вы сейчас про это говорите. Вот. Понимаете, да? То есть вы выносите как бы за скобки вот то, что с вами происходит, грубо говоря. Вот. Не очень как бы при этом отдавая себе отчет, вот, что именно происходит. там еще ОКР – это ну не просто ОКР. Это следствие. Следствие. Ваших определенных труд… трудностей. Понимаете, да? И нужно с этим разбираться в первую очередь. А если воспринимать это как что-то отдельное, вот, как это вы, например, сейчас делаете, то ничего, конечно, хорошего из этого не выйдет. Вот. Вы себя будете чувствовать в принципе, оно без помощи, вот. Как сейчас, например. Вот как-то, как-то, как-то так, как-то так. Вот. Так. Сютка страшно. Помогите вам. Ну или такое, что у меня уже есть нелегкая степень гара под народом, где-то чего-то ужасного. Ну, мне нам предлагают погадать. Я не думаю, что психологи гадают. Я думаю, что мы решаем конкретную проблему и предлагаю вам поработать с причинами возникновения ОКР. Вот. Для этого вам нужно начать, собственно говоря, психотерапию. Начать разбираться в своей жизни. Наводить в ней, скажем так, порядок. Вот. Даже не порядок, а просто заново начать сказать, как учить сходить. Вот. Вы решили сейчас ходить? У вас возникли некоторые трудности. Вот. Ну, а психолог может вам помочь опять научить сходить. Вот. Такая вот история. В этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Если вы в этом заинтересованы. А желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь за помощью, не затягивайте. Удачи. 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 Продолжение следует...